С вами библейский портал Экзегет, священник Стохик Латвин, и сегодня мы разберем один единственный стих, который тоже должен нас приблизить ко Христу, хотя на первый взгляд, возможно, носит, как нам кажется, технический характер. Стих, который может нас подвигнуть к добру, если мы его не пробежим просто на пути к более интересным сюжетам по вороту евангельскому или какому-то возвышенному, то мы не упустим вот это слово, которое апостолы нам оставили и Духом Святым, и это слово было сохранено и до наших дней нашло. Так вот, Евангелие от Марка, он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Конечно, отдельный стих без контекста все равно не понятие, контекст нам очень важен, но нам важно, что вот в этом контексте выбрать не что-то одно, а вот все-все-все детально посмотреть. Господь исцеляет слепого человека, слепого человека, который при этом назван по имени, это Вартемий, сын Темиев, который побирается, просит милостыни, Господь проходит мимо, и он об этом узнает, кричит, Господь его подзывает, и после этого происходит событие, которое мы с вами прочитали в 50-м стихе. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Рассмотрим, прежде всего, некоторую практическую плоскость. Ткань, одежда, это вещь в древнем мире очень дорогая. Все помнят, Господь на кресте, когда был распят, законная добыча палачей, это одежда осужденного. Ну, в принципе, с человека, которого сейчас там убьют, одежду снимать, ну вот сейчас бы уже и побрезговали бы, наверное. А тогда не то, что тут, наоборот, даже как-то боролись. То есть помните этот прокимин, раздели шеризы мои себе и одежде мои меташи жребий. Вот эта ветхозаветная цитата, которая в Евангелии сбылась, вот это пророчество, это отношение показывает, как эта одежда ценилась. Причем, что ценился даже кусочек одежды, что вот ты берешь, отрываешь, разделяешь одежду на четыре части. И вот просто даже кусок материи, это какая-то ценность. А вот если одежда особо ценная, вот как Господь Богородица получил тканый сверху хитон, что он был без швов, и поэтому не стали разрезать, рвать, тоже жалко, а метали жребий. Так вот, это, в принципе, солдаты. У них есть зарплата стабильная, в римской армии была хорошая зарплата, был выходное пособие, земельный участок, который ты получал. Но вот все равно было очень-очень важно вот этим обзавестись. А тут человек, который слепой, никаких, естественно, пенсий не было, сидит просит милостыню, и поэтому ему оставить одежду, которую тоже, это надо понимать, вокруг тоже кто-то милостям просит ее, кто-то вполне, может, и украдет. Ты пойдешь, вернешься, а одежды-то нет. То есть, по сути, уже выбор у слепого, исцеленного Господа, который еще не знает, что он будет исцелен, сидит между тем, что вот я пойду ко Христу, чтобы от него что-то ценное возможно получить, но рискую вполне вот этой синицы в руках, своей одеждой, которую мне, вот бедняку, да даже не бедняку, нищему, инвалиду, неоткуда будет взять. И, соответственно, ну, кажется, ой, там тепло особо не нужно. Не, во-первых, ну, хоть какая-то одежда нужна и зимой, а уж летом так солнце печет, что если ты не задрапируешься в святой земле, то быстренько сгоришь. Тем более, если ты не просто пробежал там от автобуса под навесик, а если ты сидишь на жаре и просишь милостыню в людей, проходящих через городские ворота, это нам очень важный пример того, что мы готовы, должны быть, если мы хотим от Господа что-то получить, откликнуться на его призыв, самому призвать Христа, и потом последовать, и чтобы материальное нам не пришлось оставить, этим рискнуть. Господь говорит, оставь все, и следуй за мной, юноша, который приходит и испытывает Господа, как же ему жить, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь это не значит, что он забирает все. Вот нам тоже лукавый клевич на Господа и говорит, ой, вот ты за Господом идешь, и тебе надо от всего материального отказаться. Нет, Господь такого не говорит. Главное, не должно быть привязанности. А дальше уже Господь определит, что тебе нужно. Потому что тут мы не знаем, сохранилась эта одежда или нет. В принципе, сохранилась. Но даже если бы вот встал бы уже слепец, пошел бы, а ему зрение вернулось, а он бы одежды не нашел, не увидел бы, но своими глазами он бы не расстроился. Он бы там без одежды бы скакал, плясал, потому что ты видишь, то ты сидишь, и не просто не можешь красотой мир наслаждаться, а ты сидишь и только вынужден рассчитывать на какое-то подаяние. Теперь все, тебе вернулось. Ты видишь мир, ты видишь его красоту, ты можешь трудиться, ты можешь сам работать, ты заработаешь на новую одежду. Вот точно так же и Господь нам порой может даже что-то забрать у нас, что мешает спасению нашей души, но потом он нам даст больше, даст нам силы, даст нам устойчивость, даст нам просто свое Божие благословение, что мы можем реализовать больше, что мы можем добиться большего, в том числе в материальном смысле. А кроме того, вовсе не обязательно, что Господь у нас что-то будет забирать. Если Господь увидит, что какая-то материальная вещь не стоит между ним и нами, он ее не будет убирать, и мы это все сохраним, но рискнуть нужно. Риск стоит того. И вот некоторые, вот благодать Божия для души, спасение души, возможность жить в вечности со Христом, они стоят того, чтобы переступить через себя и сказать, ой, не, я очень устал, я сегодня на службу не пойду. Да не, я такой занятой рабочий человек, ну куда мне там на службу ходить? Или нет, я вот так болею, ну куда я там в храм приду? Да, вот сколько таких отговорок слышишь, даже не вживую, а чаще всего рассказывают, ну там, о своих друзьях, о родственниках, верующие люди, говорят, да, я пытаюсь позвать, вроде человек верующий, но не хочет идти. Но, в принципе, это не только о том, чтобы идти ко Христу в храм, но, в принципе, любое дело Божие сделать. Да, охота сделать, во славу Божию, какой-то добродетель, но вот мир же возле лежит, все вокруг так по-другому совсем живут. Вот если я поступлю по-христиански, да, просто с ближним, в своей работе, в своем труде, просто в своем отдыхе, что тогда вот только сплошные несчастья на меня свалятся, я не смогу эту грусту понести. Риск есть, но Господь знает твои силы, и Господь в определенный момент скажет, нет, не нужно. И ты как тот слепец, который вернулся, и у тебя глаза видят, и ты нашел свою одежду, ты вдвойне радуешься. Но даже если Господь все-таки что-то пошлет потерпеть, то вот эта духовная радость уже от созерцания его, потому что прежде всего слепец увидел Господа, и это самая величайшая радость для него была. Вот мы живем, мы на иконах можем Господа посмотреть, мы можем причтиться, но вот его как человека рядом с нами живого все-таки мы не видим. Господь уже вознесся на небеса, и только во втором славном всехваленному его пришествии сможем с ним вот так непосредственно вживую познакомиться. Вот точно. И также наше духовное зрение, если мы к Христу придем, оно нам откроет такую красоту духовного мира, что, правда, уже не жалко что-то терять. Я знаю людей, которые были очень успешны, ну, там нельзя сказать олигархами, ну, просто вот был успешный бизнес. А потом человек берет и решил стать священником. Ну, священником не то, что сразу стал, да, ты там пока и алтарнешь и так далее, что человек, который там берет и недвижимость там покупает, там который бизнес, обороты, и вот он себе не может там позволить новые ботинки, и ходит в рваных. Это не анекдотичные ситуации, это ситуации реальные, это люди реальные, которых вот тоже знаю, и людям все равно, все равно они радостны, сердце и радость есть, потому что они вот были в этой погоне за чем-то материальным, а тут они увидели Христа. Но это некоторый радикальный смысл. Это радикальный пример, что вот кто-то человек прям гнался, а потом раз нашел Христа и прям в другую сторону ушел. Не обязательно нам вот, ой, все, батюшка сказал, если этот стих исполняет, значит, все, в рваных ботинках будешь ходить. Ни в коем случае. Господь, вероятность есть, но в принципе Господь даст тебе по силам. Может, ты не заслуживаешь той радости духовной, поэтому она и не будет уравновешиваться какой-то материальной потери. Поэтому не смущаемся, идем за Христом, ищем Его, понимаем Его, находим время для молитвы, для чтения Священного Писания, для участия в таинствах Церкви. Если мы это найдем, возможно, да, нам не хватит времени на какое-то дополнительное карьерное развитие, да, мы там какие-то развлечения пропустим. А возможно и нет, а возможно и карьера удастся, и развлекаться мы будем еще веселее. Господь же не против этого. И ничего мы не потеряем. Точно так же, как не потерял сегодняшний слепец.